Привет, друзья! Снова с вами я, Анна Несмеева и мой HR-блог. На этой неделе мы пристально вглядываемся в цифровой ландшафт постковидной эпохи. Пандемия показала, что планы и стратегии, расписанные на несколько лет вперед, могут потерять актуальность за день. А то, что случилось у нас весной 2022 года, сказало, что и пандемия может быть не самым страшным. Итак, 2022 год научил нас, что мы должны быть максимально гибкими. И для того, чтобы оставаться в тренде, для того, чтобы держать руку на пульсе, нужно уметь быстро-быстро перестраиваться. Предлагать новые каналы коммуникации, новую повестку, новые услуги и новые способы обратной связи своим сотрудникам. Отказываться от старых каналов и находить новые. Поговорим об этом. Очень важно, чтобы ваши коммуникационные сообщения соответствовали реальной ситуации. Если, например, вы предлагаете всем сотрудникам гибкий график, а потом вдруг ваш офис закрывается, то это не здорово. И, напротив, если вы всем говорите о том, что люди могут оставаться дома, а потом внезапно вызываете их всех на совещание и планерку в офис, то, наверное, это не самый хороший показатель качества коммуникации. Важно также сегодня соблюдать умниканальность. Согласованные сообщения, которые поступают вашим сотрудникам через разные платформы. Сегодня общение компаний с сотрудником происходит одновременно на разных платформах. На портале, в социальных сетях, в мессенджере, через почтовую рассылку и одновременно же в офлайн-совещаниях, на каких-то мероприятиях, планерках, летучках, газетах, радио, телевидения и прочих местах, где вы с ними общаетесь. Так вот, ваш сотрудник ожидает согласованности и между этими каналами коммуникации, и между людьми, которые там выступают. Он не должен видеть нестыковок в работе различных подразделений компаний, например, между внутрикомом и HR, и IT-службой, или службой, которая занимается подготовкой внешних ивентов. Коммуникация выстраивается с реальным человеком, со своим опытом взаимодействия с компанией, со своими задачами и со своим представлением о том, как он хочет прожить жизнь. Поэтому следует не допускать ситуаций, когда вашему сотруднику приходит сообщение о том, что он может получить какие-то льготы и скидки после того, как он уже ими воспользовался. Ну, это довольно странно. Другая важная история – это персонализация. Точная сегментация потребителей ваших сообщений в ваших сотрудниках, ваших партнеров, ваших, не знаю, родственников сотрудников – это основа выгоды взаимных коммуникаций с двух сторон. Сотрудник получает то, что ожидает, а вы, как компания, оптимально используете свои ресурсы. Современные цифровые системы позволяют максимально точно прогнозировать потребности сотрудников. Так, потоковая аналитика в реальном времени помогает вам смотреть, насколько адекватны ваши сообщения, на каких платформах они лучше читаются, какой контент по формату, аудио, видео, инфографика, тексты лучше заходят, на какие заголовки люди чаще кликают, или после онлайн или оффлайн коммуникации произойдет лучший отклик. Надо сказать, что клиентский опыт во внешних средах, на маркетплейсах, в интернет-магазинах, на сайтах приводит к тому, что сегодняшний сотрудник ожидает, что компания будет предугадывать его желания и привычки в коммуникациях. То есть изучать его клиентский опыт и немедленно исполнять. Поэтому наши с вами внутренние коммуникации должны учитывать не только общие характеристики, такие как возраст, пол, место работы, должность, подразделение, но и соответствие коммуникации, их посылов, их кликхангеров, вот этих вот мотивашек, личному профилю сотрудника, его личным ценностям. Ну и надо сказать, что очень важно это оформление, это разнообразные виды и типы контента. Бесконечное количество текстов или говорящих голов или прочих чудесных вещей уже не работает. Я настоятельно советую вам осваивать такую штуку, как инфографика. Кстати говоря, у нас на сайте есть чудесная книга Дэвида МакКендельса. Дэвид МакКендельс – писатель, журналист и профессиональный дизайнер в области инфографики. Свою карьеру он начал с написания статей для культового в 80-х годах журнала о видеоиграх. А затем уже работал и в качестве журналиста, и копирайтера, и дизайнера интернет-сайтов, креативного директора, сценариста и всё такое. Поэтому, если вы возьмёте его книжку «Инфографика. Самые интересные данные в графическом представлении», то вы раз и навсегда перевернёте своё представление о том, как это работает. Забудьте о сухих фактах, теориях и статистиках. И приготовьтесь увидеть информацию в виде совершеннейших образов. Потрясающее путешествие в мир визуального восприятия. Надо сказать, что это моя любимая книжка про инфографику. Её можно рассматривать часами, начиная с любой страницы. И она издана уже больше, чем на десяти языках, включая такие, как корейский, китайский, финский и даже венгерский. Ну, а вы можете почитать её на русском. Ну, а мы с вами давайте вернёмся к нашей истории про ландшафт цифровых коммуникаций. Надо отметить ещё несколько трендов. Это прямые коммуникации. В нашем случае это коммуникации от руководителя непосредственно к сотруднику, минуя посредников в виде различных HR-менеджеров, PR-менеджеров, внутрикомов. Да, мы понимаем, что мы по-прежнему выстраиваем для них площадки и платформы, помогаем им оформить их коммуникацию. Но сегодня уже и руководитель, и сам сотрудник ожидает, что к нему будут обращаться напрямую. Ну, и, конечно же, ещё одна очень важная история. Это то, что мы стали обращаться при, скажем так, приготовлении наших внутренних коммуникаций к большому количеству исполнителей, к большому количеству посредников, но не в виде крупных агентств, как это было раньше, у которых мы закупали услуги оптом, а в виде фрилансеров либо отдельных сервисов. И, несмотря на то, что с 1922 года многие из них не работают в России, тем не менее, внутрикомы очень бодро освоили, так скажем, процесс импортозамещения и замечательно сегодня делают самостоятельно короткие видео, гифки, инфографику, верстают рассылки, готовят тексты. И огромное количество вот таких вот IT-сервисов и IT-плюшек помогает выстраивать наши коммуникации и цифровые коммуникации в том числе. Итак, давайте подведем итог. Ландшафт изменился. Великий проявитель отработал по полной. Мы с вами должны следовать простым правилам. Гибкость и адаптация к новым условиям. Омниканальность, согласованность сообщений через разные платформы. Персонализация и таргетирование. Доверительные отношения между компанией и сотрудником. Антикризисная стратегия, конечно же, да. И развитие прямых коммуникаций. Ну и напоследок, конечно же, не пренебрегайте визуальной стороной, визуальной составляющей. И инфографика вам здесь в помощь. На этом у меня сегодня все. И мы с вами увидимся и услышимся через неделю. Школа внутреннего коммуникатора представляет HR-блог Анны Несмеевой. Простые и практические решения для внутренних коммуникаций с Анной Несмеевой. Слушайте ежедневно по будням на площадках Яндекс.Музыка, Кастбокс, Эппл.Подкаст или Саундклауд. Словом, там, где вам удобно. Обещаем, вы не пропустите самого главного. Где вам удобно. Где вам удобно. Где вам удобно. Продолжение следует...